Всем привет! В этом видео я коротко расскажу об основах слов. Эта теория пригодится тем, кто не любит просто запоминать, а предпочитает докапываться до сути, постоянно спрашивая, а почему? Я и сама отношусь к таким почему-чкам. Итак, в финском языке у слов, которые изменяются по падежам, числам, лицам и так далее, имеются основы. Многие изменения в слове зависят от основы. Существуют также определенные правила, какие окончания и суффиксы к каким основам присоединяются, и какие изменения при этом происходят. Но об этих изменениях потом. В этом видео только краткая теория у видах основ. Во-первых, что такое основа слова? Это главная, основная часть слова, к которой мы присоединяем окончания и суффиксы. Чтобы найти основу глагола, от базовой формы убираем окончание инфинитива. У глагола кацо основа кацо, у глагола сюэда основа сюэ. У существительного киви основа киви. Иногда основа совпадает с базовой формой слова, как в случае с существительным таулу или тало. Второе. Все основы делятся на гласные и согласные основы. Согласные основы заканчиваются на согласные звуки. Например, у слова лапси есть основа лас. У слова виисас есть основа на согласную виисас. У глагола тулла есть основа на согласную тул. Гласные основы, соответственно, заканчиваются на гласные звуки. Кисса, пехмя. У глагола лаула основа лаула. Гласные основы, в свою очередь, делятся на неизменяемые и изменяемые, сильные и слабые. Неизменяемые основы те, в которых не происходит чередование КОПТ. Это уже приведенные примеры кисса, пехмя, лаула. В изменяемых основах происходит чередование КОПТ. Например, у существительного матто есть две основы. Матто с двумя, т сильная основа, и матто с одной, т слабая основа. У глагола хакеа тоже есть две основы. Сильная основа хаке и слабая основа хае. Определение основ. Как же нам определить основы слова? У имен, к примеру, у имен существительных и имен прилагательных. Знаковыми являются три падежа единственного числа. Генетив, партитив и эссиф. Возьмем для примера слово кэсси, рука. Генетив единственного числа кэдэн. Это слабая основа на гласную кэдэ плюс окончание генетива н. Эссиф единственного числа кэтэна. Это сильная основа на гласную кэдэ и окончание эссива н-а. Партитив единственного числа кэта. Это основа на согласную кэтэ и окончание партитива тээ. У глаголов тоже есть три знаковые формы, по которым определяют основы. Это, во-первых, форма первого лица единственного числа, то есть минамуато и форма я. Тээхда, минотээн. Это слабая основа на гласную тээ плюс окончание н. Вторая знаковая форма третьего лица множественного числа, то есть хэ муато, они. Тэхда, хэ тэкэ ват. Это сильная основа на гласную тэкэ плюс окончание ват. И третья форма это императив множественного числа. Тэхда, тэхка, то есть делайте. Это основа на согласную. Тэхх плюс окончание кэ. Разное количество основ. Как вы уже могли заметить из приведенных примеров, у разных слов может быть разное количество основ. Посмотрим еще примеры. У слова может быть одна единственная неизменяемая основа на гласную. И таких слов очень много. К примеру, существительное тало, прилагательное валойса, глагол саноа. Чтобы в этом убедиться, поставим эти слова в знаковой формы и отделим окончание, что вы видите на экране. У слова также может быть две основы. Таких вариаций две. Первое. У слова может быть две основы на гласную. Сильная основа и слабая основа. Таких слов тоже довольно много. Например, существительное кейто. Идет слабая основа кейто, которую мы видим в генетиве. Прилагательное рака, то есть сырой. У этого слова есть слабая основа на гласную рааа, которую тоже мы видим из формы генетива. И, к примеру, глагол кейто из минамото, то есть первого лица единственного числа, мы видим слабую основу на гласную кейто. Другой вариант, при котором у слова будет две разные основы, это когда у слова одна неизменяемая основа на гласную, а другая основа на согласную. К примеру, существительное тули, соответственно, основа на гласную туле, которую мы видим из генетива, и из партитива мы видим основу на согласную тулта. То же самое происходит со словом луми, лумен, лумена, лунта. И глагол опискелла, у которого будет одна основа на согласную опискелл, и другая основа на гласную опискелле. К этому типу, к примеру, относятся все глаголы третьего типа, а также четвертого, пятого и шестого типов. Из существительных к этому типу с двумя основами будут относиться все слова, базовая форма которых заканчивается на согласную. Последний вариант. У слова могут быть все возможные три основы. На согласную, слабая на гласную и сильная на гласную. К этому типу относятся старые слова на си, типа касси, которые мы уже разбирали, или вэси. Соответственно, портитив вэта, генетив вэдэн и эссиф вэтээна. Также глагол нахда, минанайн, это слабая основа на гласную, хэ накэват, это сильная основа на гласную и нахка, это основа на согласную. В этом видео я не затрагиваю основу множественного числа, потому что, по сути, она все-таки является производной от основы единственного числа. Просто там добавляется показатель множественного числа и. Пожалуй, остановлюсь на этом. В этом видео было уже достаточно много информации. Пересматривайте, задавайте вопросы в комментариях, а мы обязательно продолжим эту тему.